Добрый вечер на канале НТС новости в студии Джолдош Исаков и Елена Кобзева и в начале выпуска коротко о главном. Узник колодца. Почти двое суток зова на помощь и долгожданные спасатели-бомжи. МЧС предупреждает. Осторожно, в столице открытые люки. В ход шли кулаки и камни. Милиционер вынужден был стрелять. В столице таксисты толпой набросились на участковых. Зачинщики нападения были под действием марихуаны. Минфин и коррупция не спешат расставаться. Совет обороны заявил, что ведомство под разными предлогами не выполнило план по искоренению коррупционных рисков. Горе кулинары найдены. ГУВД установила личность двоих парней, которые пекли картошку и жарили яичницу на вечном огне на площади Победы в столице. Один втянул всех и все за одного вступились. И это не мушкетерская сага, а разборка милиции с таксистами в столичном жилмассиве Кокжар, жители которого этой ночью пережили и выстрелы, и побоищи камнями. По данной милиции ночью поступил вызов. По прибытию на место патруль обнаружил большое скопление работников такси, окруживших молодого человека с пистолетом. Выяснилось, что это был участковый. Он и его коллеги проводили плановые рейты. Увидев машину, такси без номеров, решили проверить документы. В результате конфликт перерос в потасовку. Водители бросали в милиционеров камни, последние вынуждены были стрелять в воздух. Правоохранители пострадали, но злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело. Крики, толпы и выстрелы разбудили жители улицы Ахшокум, столичной новостройки Кокжар, примерно в полвторого ночи. Как сообщает ГУВД, в это время трое участковых инспекторов проводили здесь плановый рейд. Заметив подозрительный автомобиль такси без номеров, сотрудники потребовали у его водителя документы. Тот тут же вызвал на помощь по тревожной кнопке своих коллег-таксистов. Через несколько минут сотрудники милиции были уже окружены толпой водителей, а еще через несколько некоторые откровенно уже их избивали. Один из милиционеров был вынужден произвести предупредительные выстрелы из табельного оружия. В итоге пострадало трое сотрудников правоохранительных органов. Один из них попал в четвертую горбольницу. У него, по словам врачей, ушибы по всему телу и сотрясение мозга. Задержаны двое зачинщиков драки. Как раз тот самый водитель, вызвавший на подмогу своих коллег, и еще один парень, сидевший в его машине. А они рассказывают уже все по-другому. Я работаю таксистом. Я сидел в машине и смотрел заказы. И вдруг появляются двое мужчин в гражданском. Я не знаю, сотрудники или нет. Показали быстро свои удостоверения. Затем схватили меня за воротник, вытащили из машины и устроили обыск. Но я возмутился, начал спрашивать, есть у них ордер или постановление. Так они и начали меня бить по почкам, по шее. Я нажал на кнопку вызова помощи. Как говорят в ГУВД, после серии недавних громких убийств таксистов в Бишкеке были организованы рейды во всех районах столицы. Поэтому такси, из которого исходил подозрительный запах дыма от употребления марихуаны, сотрудники пропустить мимо не могли. Участковый милиционер, согласно закону, произвел предупредительные выстрелы в воздух. После прибытия на место сотрудников патрульной милиции он передал им оружие. И в этот момент таксисты стали вести себя еще более агрессивно, кидать в милиционеров камни. В результате пострадал один из наших сотрудников. Он был доставлен в больницу. Также отмечу, что тесты на употребление марихуаны у задержанных дали положительный результат. Более того, выяснилось, что задержанные прежде уже имели проблемы с законом. Один из них отсидел несколько сроков за грабеж и воровство, а другой за вымогательство. Сейчас идут следственные мероприятия. По факту возбуждено уголовное дело. Возможно, нескольким таксистам грозит статья за нападение на сотрудника милиции. Работает быстро, бесперебойно. Купюры принимает разные и аккуратно отправляет в деньгохранилище. Карман. На видео инспектор патрульной милиции даже не подходит к остановленному водителю. Он молча берет деньги, которые ему передают участники дорожного движения. Случай произошел в Узгенском районе, а милиционер «Терминал», как его уже успели прозвать пользователи интернета, младший инспектор Ожской областной патрульной милиции. Столь откровенная сцена стала объектом не только возмущения простых людей, но и поводом для расследования областным управлением внутренних дел. Действие на видео происходит примерно в октябре этого года в селе Ширалы Узгенского района Ожской области. А главным героем является сотрудник третьей роты отделения Ожской областной патрульной милиции Джанебек Маматалиев. На видео отчетливо видно, как водители что-то дают Маматалиеву, что незамедлительно попадает в его карман. Он не представляется, кто такой и с какой целью остановил, и даже не подходит к водителю. Все происходит так слаженно и быстро, словно отработанная схема. В соцсетях этого сотрудника назвали милиционером-терминалом. В центре Узгенского района, где и снята это видео, автомобильные пробки – стабильное явление. Водители и пешеходы говорят, что блюстители порядка на дорогах больше заняты зарабатыванием денег, нежели наведением этого самого порядка. Впрочем, и сами водители не скрывают, что иной раз, пожимая руку инспектору патрульной милиции, оставляют в ней взятку. Например, вчера меня остановил гаишник и сказал просто дать ему 50 сомов прямо в центре Каракульджи. Один из них был прапорщик, другой не помню. Сказали гаишники из США. Я спросил, за что? Он ответил, есть за что. Дай 50 сомов, Ахсакал. Я ей дал. Пока в машине сидел, наблюдал, как они останавливают каждую машину и берут деньги. Да, инспектора берут взятки, стоят и нагло берут. Всё в точности, как на видео, которое вчера показывали по телевизору. Водители они останавливают, те подходят, здороваются и сразу дают деньги. Что самое плохое – это невозможно остановить. В их обязанности входит следить, чтобы закон не нарушался, а они сами его нарушают. Пусть штрафуют нарушителей. Но ведь зачастую они требуют деньги с тех, кто нормально ехал по правилам. У ВДОшской области по данному факту ведёт служебное расследование. Если выяснится, что действия Маматалиева подпадают под коррупционные, то результаты расследования будут переданы в прокуратуру, обещают милиции. Горожане в этом, конечно, не сомневаются. Аналогичные скандальные нарушения уже не раз заканчивались простыми выговорами. Подобные нарушения со стороны наших сотрудников и ранее бывали. При каждом факте руководство подразделения реагировало. Проводили необходимые меры, и сотрудники-нарушители несли ответственность. Получали выговор даже вплоть до увольнения. Заработная плата сотрудников патрульной милиции колеблется от 10 до 20 тысяч сомов. И эта сумма не входит в список самых маленьких зарплат. Но, несмотря на это, сотрудники патрульной милиции не упускают возможности, как говорится, шабашить. Впрочем, собирая денежки с водителей, инспектора не забывают и про план. Так, по Орско-области, без учета самой южной столицы, за 11 месяцев этого года было оформлено более 45 тысяч административных протоколов. А в бюджет за счет штрафов поступило около 27 миллионов сомов. Партия кардинальных реформ, которая изменяет политический стиль управления нашей страны. Лидер партии Республика Таджур Томарбек Бабанов выступил с обращением к народу Кыргызстана. У нас особая большая ответственность. Очень плохо, когда человек разочаровывается. Страшно, когда народ разочаровывается. Вы знаете прекрасно, единственная наша фракция, не пряча голову в песок, Говоря о мусоре, у нас получилось обратить внимание власть-имущих, что этот вопрос, он решаемый. Мы та партия, которая изменяет политический стиль управления нашей страны. Мы партия, которая несет кардинальный рекорд. Сила партии в устойчивом развитии. Мы должны четко заявлять, наша дорога – это дорога без взяток. Смотрите на реальность открытыми глазами. То, что другие не видят, и абсолютно мы видим, мы видим, мы доказали временно, что сегодня Республика Таджур – это партия, которая именно в политике является двигателем. Наши идеи заставляют двигаться чиновников правильного права. Вот это главный мастер. Вы знаете, что наша программа всегда отвечала конкретно к этому. Республика Таджур – это дух единства, дух нашего народа, дух нашей земли, дух нашего государства. И то, что вы сегодня приняли решение идти вместе и двигаться, изменять нашу страну – это огромная сила и огромный поступок. И за это огромное спасибо. Партия кардинальных реформ – Республика Таджур. Голосуй за Республику Таджур. Я не понимаю, зачем нам нужен налог на авто? Ведь платят его не все. А ГАИСки из этого штрафуют. Вот отменили же доверенность, техосмотр, это правильно сделали. Вот этот налог бы еще отменили, было бы здорово. Я голосую за Республику Таджур. Мы отменили доверенности и техосмотр. Мы отменим несправедливый налог на авто. Партия кардинальных реформ – Республика Таджур. Голосуй за Республику Таджур. В кыргызско-узбекских отношениях после избрания Шавката Мерзиёева президентом намечается потепление. Стало известно, что в ближайшее время Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан с визитом, где и встретится с вновь избранным президентом республики. Занимавший ранее пост премьера Мерзиёев победил на прошедших в минувшее воскресенье выборах, набрав более 88% голосов. Эксперты говорят, Мерзиёев, будучи еще в статусе исполняющего обязанности, дал понять, что намерен продолжить курс, взятый Исламом Каримовым. Предлагает сохранить внеблоковый статус страны, но главное – уже занялся перезагрузкой отношений с соседями по региону. Игорь Потанин продолжит тему. В отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном ожидается резкое потепление. После избрания главой соседней страны Шавката Мерзиёева, который до этого был исполняющим обязанности, аналитики ждут решительных шагов по ключевым вопросам двухсторонних отношений. Это и делимитация границы, и экономические проекты. Мерзиёев с первого дня пребывания в должности исполняющего обязанности дал понять соседям, что готов к сотрудничеству по всем направлениям. Он показал очень много хороших, позитивных сигналов состоялись. Сразу были отпущены после его прихода четверо наших работников с радиорельной станции Керпен, с горы Ункуртово. Потом приехала представительная делегация Кыргызстана, с первым вице-премьером Ван Дежан. Через пару недель приехала такая же, в таком же составе, такая же представительная делегация узбекских политиков в Оршевскую область. То есть это все внушает оптимизм. И нам жить, конечно, в первую очередь со своими соседями дружно, важно. Кыргызстану и Узбекистану предстоит еще большая совместная работа, говорят эксперты. В этой связи очень важным шагом в экономике двух стран стало беспрепятственное перемещение граждан. Рынок Карасул, расположенный на территории нашей страны, был изначально создан в большей степени для обеспечения граждан соседнего государства. Есть совместные планы и по межгосударственным проектам. Я думаю, первый знак о том, чтобы эти тенденции будут в положительном направлении, дал наш президент. Он в своей пресс-конференции неделю назад, он сказал, что, наверное, может быть, мы Камбарата-1 будем строить в первую очередь вместе с Узбекской республикой, с Казахстаном, которые до этого выступали против. А уже потом, если они не согласятся, будем искать других инвесторов. То есть мы уже им предлагаем вместе участвовать в этом грандиозном строительстве, что именно Камбарата-1 может помочь узбекам лучше орошать свои земли и так далее поливной водой. Это уже и вот на 17 декабря намечен визит рабочий нашего президента в Узбекистан, где уже какие-то будут приняты двухсторонние соглашения. Однако эксперты призывают не думать, что все сегодняшние шаги во внешней политике происходят благодаря тому, что умер Ислам Каримов. В последние годы первый президент Узбекистана поставил своим чиновникам задачу изменить внешнеполитический курс. По замыслу Каримова предполагалось укрепление внешних отношений с Россией, Китаем и соседними странами. Этот внешнеполитический курс сейчас успешно реализуется. Конечно, говорить о том, что сразу в течение короткого времени решатся те существующие проблемы, нерешенные вопросы, которые годами накапливаются и тянутся еще со времен Советского Союза, конечно, я далек от этого. Но мы должны все-таки учитывать, что перед нами, перед государством Кирганской долины, стоят более глобальные, более серьезные вызовы, которые мы вместе решать должны. Это и проблемы международного терроризма, это проблемы борьбы с экстремизмом, это есть более глобальные вызовы угрозы, это водные, земельные вопросы. Теперь главное, говорят эксперты, не допустить повторных охлаждений. Кыргызстан в этом плане сегодня делает все возможное. Позиция официального бишкека в отношении Ташкента сегодня исключительно добрососедская. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС. Бороться с коррупционными рисками, чтобы сотрудникам неповадно было. Однако в Министерстве финансов искоренять эту напасть, видимо, не торопятся. План, который ведомству представил Совет обороны, оно не выполнило, в частности в Департаменте драгоценных металлов и Государственном фонде развития экономики при Минфине. Поручения от Совета обороны с четким руководством к действиям поступили чиновникам еще два года назад. Но от них только и слышно. Разрабатываем на утверждении, на согласовании и прочие бесконечные отговорки. Ответственным за осуществление антикоррупционных мер дадут второй шанс. В случае провала их ждет увольнение. Министерство финансов не выполнило 18 из 40 рекомендаций по искоренению коррупционных рисков. Эти задачи перед ведомством были поставлены Советом обороны страны еще два года назад. Слабые места были выявлены в области бюджетной сферы, Госфонде развития экономики, Департаменте драгоценных металлов и государственных закупок. Эксперты считают, что это явный показатель отсутствия в Министерстве эффективного контроля за реализацией антикоррупционных мер. Более или менее с коррупционными рисками боролись в зоне стимулирующих грантов и государственных закупок. Мы говорили о том, что в Министерстве финансов нет мотивации. Если есть коррупционный сук, на котором они сидят, они его не хотят пилить. Они хотят пилить иногда что-нибудь другое, что связанное с деньгами. Поэтому, когда нет мотивации материальной, то должна мотивация страха работать. К примеру, Госфонд развития экономики, занимающийся бюджетным кредитованием, по словам Пономарева, дублирует деятельность коммерческих банков. И это однозначно коррупционная зона риска. Структуру, по его словам, необходимо ликвидировать, а функции передать государственным банкам. Летом Минфину было предложено внести свои предложения. Через полгода ведомство выдало свою идею – преобразовать Госфонд в агентство. Мы направили только в конце октября месяца. Но есть процедурные моменты, которые все отделы аппарата правительства рассматривают, дают свои заключения. Сейчас в данное время все отделы с отделами согласованы. И уже принятие решений за руководством. По словам главы Общественного совета Министерства финансов Бакыта Садыбекова, специалисты этой структуры всегда найдут миллионы причин, почему они не успевают выполнить ту или иную задачу. К примеру, принятый в мае этого года закон о бюджетном кодексе вступает в силу с начала будущего года. Но на разработку соответствующей нормативно-правовой базы в Минфине просят еще полгода сверх этого срока. Мы попытались с ними разработать необходимые документы, куда-то сдвинуться, то есть они куда-то отправили на согласование, но почему-то не успевают досогласовать. То есть проблема, не знаю, нерасторопенности исполнителей или скрытого противодействия, возможно, потому что изначально они не были согласны, но их убедили, что необходимо сделать те мероприятия, которые были заложены, ну и пока не видно результата. Через три недели рабочей группой Совета обороны будет представлен новый план по демонтажу коррупции в системе Министерства финансов. Если результаты по его реализации снова окажутся неудовлетворительными, будут даны рекомендации рассмотреть соответствие занимаемой должностью руководителей разных уровней ведомства. БУТСФ Александр Симонов, НТС. Одни обогреваются, другие готовят ужин. Как только они используют вечный огонь на Площади Победы, некоторые жители столицы только не по назначению. Мэрия бросила клич в средствах массовой информации и социальной сети с просьбой помочь найти людей, для которых вечный огонь стал пикниковым костром. Напомним, один из очевидцев заснял видео, как очередные беспредельщики запекают картофель прямо над священным огнем. Автор назвал их манкуртами. Дело не оставили без внимания в ГУВД и на сегодня пока задержано двое. По предварительным данным, это работники близлежащих парковок. Видео, на котором молодые люди устроили пикник у вечного огня, появилось в сети 29 ноября. Столичная молодежь не нашла другого места для запекания картошки, кроме как Площадь Победы. Тем самым осквернив памятник подвигу неизвестного солдата. И это посреди бела дня. Естественно, этот факт вызвал негодование у горожан. Это вообще, говорю, как можно додуматься до этого молодежи. Молодежь, да разве так можно? Это же нельзя. Это память прийти, поклониться. Это всем погибшим делает этот вечный огонь. Чтобы мы помнили, знали об этом. Но осквернять так, конечно, это нельзя. Это недопустимо никак. Молодежь, да будьте же вы немножко хотя бы тактичнее. И немножко думайте о том, что вы делаете. Сегодня стало известно, что двоих из тех, кто так цинично надругался над вечным огнем, уже нашли. Называть имена соучастников, использовавших пламя как газовую плиту, они не спешат. Сейчас городские власти устанавливают личности других лиц, причастных к акту вандализма. Их ищут как средства массовой информации, так и общественность. И от наказаний они не отвертятся. Посещение площади Победы уже давно потеряло свое истинное предназначение. Память героев Великой Отечественной молодежь уже не чтит, как раньше. В феврале этого года молодые люди здесь отпраздновали День Святого Валентина, устроив романтический вечер. Их личности опознали, побеседовали с ними и отпустили. Здесь же после ЗАГСа каждые выходные гости и молодожены под громкие тосты распивают спиртное. Это место стало одним из обязательных к посещению во время свадебных гуляний. Площадь Победы еще и изюбленное место для лиц без определенного места жительства. На свадьбе можно выпросить у молодоженов мелочь на выпивку и погреться возле огня. После факта вандализма в феврале этого года в мэрии обещали установить там камеры видеонаблюдения, чтобы осквернять памятники неповадно было. Теперь говорят, что камеры там точно будут. Через месяц. Теперь получается за вечным огнем будет три поста. Один непосредственно пост, который будет работать возле вечного огня на площади Победы. Это будет мобильная охрана, которая будет патрулировать периметр площади. Второе, сотрудники УВД, управление внутренних дел Свердловского района, будут следить, мониторить за этой ситуацией. От вандализма страдают и другие памятники. К примеру, в парке Победа на Южных Воротах, который является излюбленным местом для прогулок. Монумент воинской доблести был открыт в 2004 году. Однако он давным-давно перестал быть местом поклонения, участвовавшим в боткенских событиях. Его постоянно оскверняют вандалы. И опять же, вандалы эти – столичная молодежь. Прогуливаясь по Южному парку, им обязательно нужно оставить отметку о том, что они там были. За маской. Или даже начертать на мраморе признание в любви. Впрочем, эти имена там останутся до поры до времени, пока волонтеры не придут и не уберут эти надписи. В муниципалитете видят выход из этой ситуации в установке камер видеонаблюдения. Но первым объектом на очереди все-таки стоит вечный огонь. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Опасность прямо под ногами. Открытый люк по улице Льва Толстого почти два дня удерживал в плену упавшего в него мужчину. Пострадавший из-за повреждения колены чашечки не смог самостоятельно выбраться из довольно глубокого колодца. Ситуацию усугубило и то, что эта улица известна как одна из самых безлюдных. Крики о помощи не услышал никто из прохожих. На помощь узнику пришли столичные бомжи. После вызволения мужчины он был доставлен в Бишкевский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Ему оказывается вся необходимая помощь. 15 ноября ночью на пересечении улицы Лагвиненко Льва Толстого 40-летний мужчина упал в люк. По его словам, он провел там двое суток. Все это время звал на помощь, но никто не слышал. Его нашли бомжи. Они-то и позвонили в скорую. Район это немноголюдный. Оттого пострадавшему повезло, что его вообще нашли, говорят специалисты. В результате падения житель Бишкека повредил ногу. Вылезти самостоятельно даже не пытался. Прибывшие врачи своими силами справиться не смогли. На подмогу вызвали спасателя МЧС. На месте обнаружено, что в яму примерно 4-5 метров там находится человек. На месте уже находились бригады скорой помощи. Поисковые спасательные работы провели с помощью альпинистского снарожения. Посадили на носилки и вытащили. Выяснилось, что мужчина работал на стройке. По его словам, после рабочего дня немного выпил. Возможно, это, говорят врачи, и спасло ему жизнь. Ведь падения с такой высоты чреваты, как правило, более серьезными повреждениями. Телефон не работал. Села батарея. Потому позвонить друзьям и попросить о помощи не смог. Вот и пришлось ждать двое суток, чтобы кто-нибудь его нашел. Он домой. И попался на 4-4 квадратную яму. Он чуть-чуть пил. Не так там. На 100 грамм. Он кричал. Кто не слышит, там же железная дорога. Холодно был. Это 17 утром снег шел. Пострадавшего доставили в Бишкекский центр травматологии ортопедии. 8 дней назад его прооперировали. Больной дообследован. Обследован, выставлен диагноз закрытый перелом наружного мышелка большеберцовой кости. Больному оказана первая помощь. Отпунктирован коленный сустав. Ударена жидкость. После общеклинического обследования произведена операция. Фиксация перелома на костной пластины. В данный момент состояние больного относительно удовлетворительное. Необходимое лечение получает. Получает каждодневные перевязки. И по мере заживления, после снятия швов, выпишем домой. В больнице мужчина пробудет еще несколько дней. Минимум два месяца уйдет на реабилитацию после операции. Спасатели отмечают, что с приходом зимы им все чаще приходится вытаскивать людей из люков. В большинстве своем это бездомные, которые залезают туда с целью погреться, а затем не могут выбраться. Но нередко случаются и такие несчастные случаи. Горожане, торопясь по своим делам, уже в темное время суток в отсутствии положенного освещения не замечают, что на люке нет крышки и оказываются на дне колодца, получая при падении травмы. К примеру, в тот же люк месяц назад упал еще один человек. По словам спасателей, ему повезло. Серьезно, он не пострадал. Екатерина Ступкина, Манас Бакешев, НТС. И на этом наш выпуск завершен. Мы с вами прощаемся. Оставайтесь на канале НТС. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok